Спасение Антромеды Возвращаясь домой к своей матери, после победы над страшной медузой, Керсей пролетел над безводной пустыней. Из сумки за его плечами все еще падали вниз темные капли крови убитой горгоны. Долетев до раскаленного солнца песка, пустыни, они превращались в ядовитых змей, которые шипением уползали прочь. Добравшись до границы пустыни и моря, Персей заметил в небольшой бухте одинокую человеческую фигурку. Подлетев к ней ближе, он увидел, что это красивая молодая девушка, богато вышитые одежды, прикованные за ногу длинной цепью к скале. Несмотря на жаркий день, ее тело било сильные дрожь. В одно мгновение, оценив ситуацию, Персей спустился на берег, подошел к пленнице и сказал, «Не бойся, кто ты? Что случилось с тобой, девушка?» Так кинулась на грудь юноши и, едва сдерживая рыдание, поведала ему свою историю. «Меня зовут Андромедой», – начала она свой рассказ. «Я дочь царя Цефея. Много лет назад он женился на Кассиопее, моей матери. Она и сейчас хороша собой, а в молодости никого в нашем царстве не было прекраснее ее. Она любила вслух похвалиться своей красотой. Чем и привлекла на нас страшное несчастье. Купаясь в море, она часто громко распевала песенки о своей красоте. И однажды их услышали проплывавшие мимо дочери морского божества Нерея. Они стали хихикать над хвостуней, а та в ответ гневно крикнула, что напрасно они смеются, потому что она, Кассиопея, прекраснее всех пятидесяти нереит вместе взятых, и даже богам это хорошо известно. Обиделись на такие несправедливые слова Нереиды и молча скрылись в глубине. К несчастью, среди них оказалась сама Фетида, воспитанница, воспитательница Геры, жены Зевса и Гефеста, сына Зевса. Она пожаловалась на хвостливую Кассиопею, брату Зевса, владыке Марии Посейдону. Тот ударил в гневе своим трезубцем и сказал, что не гоже смертным сравнивать себя с богами и что он найдет на Кассиопею праву. С того злополучного дня на наш берег из моря стало выползать ужасное чудовище. Оно рвало рыбацкие сети, разрушало прибрежные дома, топило и глотало лодки вместе с грибцами. Так продолжалось несколько месяцев, пока народ не стал роптать. Мой отец прекрасно понимал, что если так будет продолжаться и дальше, то его правлению придет конец. Тогда он собрал все население своего небольшого царства и прилюдно обратился к прорицателю, спрашивая его, как избавиться от отпустошительных набегов морского дракона. Прорицатель ответил, что чудищу надо принести в жертву самую красивую девушку острова. Только тогда наказание за хвостовство Кассиопеи будет снято. Услышав такой ответ, все закричали, что раз в несчастье повинна жена царя, то пусть Цефей отдаст на съедение чудовище свою красавицу-дочь, то есть меня, Андромеду. Все попытки отца перекричать толпу и предложить другое решение были напрасны. Скрипя сердце, пришлось Цефею подчиниться воле народа. Он приказал приковать меня на скалы, где чудище выползает на берег чаще всего. Обычно это бывает после полудня, так что смерть моя, наверное, уже близка. Выслушав этот печальный рассказ, Персей успокоил Андромеду. Он сказал, что ни в коем случае не даст ее в обиду и расправится с чудовищем. А она уже выползала из моря, вода пенилась вокруг его огромной раскрытой пасти. А позади тугими кольцами избивался длинный хвост с блестящей темно-зеленой чешуей. Персей взмыл воздух, залетел сзади и вонзил свой острый меч морскому змею прямо в шею. Тот забился в страшных судорогах и сгинул в пучине моря. Голубая вода стала красной от его крови. Персей же разрубил мечом цепь, которой Андромеда была прикована к скале. Подхватил девушку и полетел прямо к дворцу Цефея. Родители Андромеды, увидав свою дочь целой невредимой, на радостях сперва даже не могли поверить в ее счастливое возвращение. Когда же Цефей узнал, что дракон побежден и убит, его радости не было предела. Он восхвалял храбрость Персея и готов был сделать для него все, что угодно. Поэтому, когда Персей попросил руки приглянувшейся ему Андромеды, родители девушки с радостью согласились. Народ ликовал по случаю избавления от чудовища и поздравлял новобрачных. Не веселился лишь один Финей, бывший жених Андромеды. Он раздумывал, как бы погубить Персея и вернуть себе Андромеду.